Философия нового времени Философия нового времени То есть, это очевидно, очевидно из прошлых лекций, я думаю, вы это тоже сами уже понимаете довольно-таки неплохо. Но среди прочих их воззрений доминировала именно теория познания, на что мы будем делать акцент. Философия нового времени во многом дуалистична, как и вся философия после. А возможно, как раз потому, что она отталкивалась от христианства. Дело в том, что в средние века распространение всевозможных ересей, особенно атеизма и материализма, было затруднено рядом вполне себе физических препятствий. Не знаю, ну, вы понимаете, у церкви было большое политическое влияние, и она могла, в общем-то, всех еретиков запретить, так скажем, в мягкой форме или в более суровой форме. Ну, вот как вот получится, могли, в общем, запретить. Могли заставить человека отречься от своих воззрений атеистических, материалистических и так далее. Поэтому средние века, философия средних веков, она монистическая, ну, то есть она вот такая вот одна, одна линия, одна христианская линия, и некоторые ответвления от нее исходят, и это все вот так вот однородно, так скажем. Философия нового времени, она наоборот, она дуалистична, то есть у нее есть вот такой вот стержень, так скажем, христианский, а с другой стороны есть то, что сопротивляется этому христианскому стержню. И практически все вот эти вот вопросы, все сопротивления, они раскладываются на пары. Наверное, поэтому, кстати, Гегель в итоге и создал свою диалектику. Ну, потому что вот история философии именно нового времени, с которой Гегель был хорошо знаком, она вот такая вот, она дуалистичная. Там имеется тезис, там имеется антитезис и там имеется синтез обеих позиций. Ну, то есть это исторически очень хорошо просматривается. Так вот, после эпохи Возрождения церковь дала большое послабление и еретикам, и мыслителям. Впрочем, при отсутствии прочих сильных альтернатив, всем мыслителям приходилось отталкиваться от христианства, даже если они радикально его критиковали. Ну, это тоже, по-моему, очевидно. Ну, по крайней мере, ни один из выслителей ни Возрождения, ни Нового Времени, ни Просвещения, например, радикально не отрицал все аспекты христианской, в общем-то, деятельности. Мораль, метафизика, не знаю, что там еще, эстетика, многие-многие-многие-многие другие вещи, которые содержатся в христианстве. Ну, наверное, ни один человек, который жил при этом в христианском обществе, не мог их сразу все отвергнуть. Поэтому и получалось так, что всякий мыслитель, и в том числе Нового Времени, по совместительству, содержал в своем учении какие-то христианские элементы. И от этого отделаться было очень трудно. Да, потому что христианство как раз и было сильнейшей из альтернатив любой философской точки зрения, и сильнейший из альтернатив, например, той же науки, потому что наука тоже опиралась на христианство. Ну, ладно, это тоже мы обсудим потом. В итоге культура европейской мысли сформировалась на дуалистической базе, где на всякий тезис приходится свой антитезис, а иногда они приходили к синтезу. Например, эмпиризм и рационализм. Две противоположности, абсолютно две противоположности. Вот, например, что такое эмпиризм? Это исследование различных явлений с помощью опыта. Заметим, да? Опираемся на опыт. Как можно меньше рациональности, как можно больше опыта. Вот это эмпиризм. Что такое чистый рационализм? Это наоборот, как можно меньше опыта, и как можно больше мышления, рациональности, математики и логики. Две противоположности. Две противоположности изучения материи и изучения разума. Изучения с помощью разума и изучения без помощи, так скажем, разума. Но при этом и эмпиризм, и рационализм приходят к единому синтезу. Притом, учения тех эмпириков и рационалистов, которые мы будем изучать, это уже смешанные учения. То есть, они уже содержат в себе эмпирический аспект и рационалистический. Ну, например, Фрэнсис Бекон, который считается основателем, так скажем, ну, одним из самых главных представителей эмпирической школы. Он разрабатывал индуктивную логику. Логика — это рациональный аспект. То есть, ну, он не чистый эмпирик. А до этого были чистые эмпирики в истории. Ну, стоит опять же заметить, что до этого в истории были чистые эмпирики. И до этого же в истории были чистые рационалисты. Декарта нельзя назвать чистым рационалистом, например. По той причине, что он не был только за одно вот мышление, мышление и только мышление. Нет. Все вот эти вот персонажи нового времени, они уже представляют собой некий синтез. Но при этом выдвигают свои парные дуалистические какие-то концепции. Например, эмпиризм и рационализм, да. И они в итоге нашли синтез, вот такой вот хороший синтез, хороший сплав в научной системе. Ну, вы представляете, да, без философии нового времени, которая разрабатывала методологию эмпиризма и рационализма, не могла бы возникнуть наука. Вот вам произошел синтез научной системы. Следующая пара — это сенсуализм, то есть учение о том, что вот все познание основано на ощущениях. И юмовский агностицизм. Агностицизм — тоже очень такая интересная пара, и она похожа на предыдущую. Опять же, мы имеем с одной стороны материалистический аспект, аспект физического восприятия. А с другой стороны, мы имеем возможность усомниться в этом аспекте. Ну и, собственно, происходит парная борьба. Да, мы тоже можем вполне заметить по философии нового времени. Да. Несколько позже, когда рационализм уже будет как бы восприниматься вместе, вместе с эмпиризмом, то есть это будет такой вот пакет сразу в рационализм, эмпиризм в подарок вам будет идти в 19 веке, а рационализму появится противоположность, противоположная пара и рационализм. Они сыграют тоже значительную роль в развитии европейской культуры уже в 19, 20 и 21 веке. И это мы тоже с вами немножко позже обсудим. Так вот, также в эпоху нового времени можно характеризовать как интеллектуальную борьбу английской философской школы против французской. Причем это действительно очевидно, потому что в основном среди философов нового времени мы встречаем англичан и, в общем-то, французов. Конечно, вы можете сказать, что имеется множество немцев потрясающих. Да, 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 это, конечно, так. Но немцы, на рассвет немецкой философии произойдет несколько позже, и я про него вам тоже расскажу. И тогда уже в эту эпоху мы будем считать только немцев, как бы. Да, но вот в период нового времени основное противостояние ведется между Англией и Францией. Интеллектуальное противостояние. Если на первой стороне, на стороне Англии у нас эмпиризм, то на стороне второй, на стороне французской у нас рациональность. И вот так получается, что эмпирическая школа борется против рациональной. А в английской философии очень много материалистов было, о которых я, кстати, вам не расскажу, к сожалению. Английский материализм – это, конечно, потрясающая тема, но она довольно-таки такая скучная и обычно не входит в курсы истории философии. Ну, именно истории философии для нефилософов. Поэтому мы их, к сожалению, пропустим. Но вот, да, действительно, в Англии очень много эмпириков было. Колоссальное количество эмпириков. И это интересно. И материалистов там тоже много. С другой стороны, во Франции много рационалистов, много людей, которые любили мыслить непосредственно. Впрочем, это суждение, конечно же, можно сделать только с некоторыми оговорками. Так как двое из перечисленных ниже философов – величайших философов. Я буду перечислять вам только самых великих, как бы. Мы не будем сильно углубляться в учения их последователей, которых тоже было достаточно много. Мы изучим только основы. Так вот, двое из вот этих вот величайших – не англичане и не французы. Остальные – либо англичане, либо французы. Ну, вот так вот получилось новое время. Да, кстати, опять же, заметим, что эпоха Возрождения преимущественно итальянская. Да. Потом там немного достается тоже Германия. Германия там постепенно, там, с разумом роттердамскими и прочими персонажами немецкими, она тоже как-то так мыслит немножко, да, получается, пока зарождаются какие-то вот мыслители позыва нового. Италия в эпоху Возрождения доминировала. А в эпоху нового времени доминируют Англия и Франция. Да, также следует заметить, что в Англии появился такой интереснейший и умозрительный мыслитель, как Беркли. И вообще непонятно, что он делает в Англии, честно говоря. Его учение, оно, скорее всего, носит радикально рационалистический характер. Он полностью отрицает материю. Может, как раз за счет того, что большинство мыслителей английских, они опирались на вот эту вот веру в материю, веру в материальную, вот он и возник. Но мы все это сейчас обсудим, все узнаем. Да, давайте, в общем-то, пойдем по порядку. Пойдем по порядку, по мыслителям. Будем изучать вот это, наконец-то, мыслители и видение закончилось. Первый мыслитель, которого мы сегодня изучим, это Фрэнсис Бекон, автор фразы, между прочим, знания и сила. Да, вот этот вот прекрасный человек сказал, что знания и сила. Родился в 1561 году, умер в 1626 году. Регион Англия. А, да, эмпирик, между прочим. Вот он эмпирик, эмпирист, как угодно назовите его. В общем, его учение связано с эмпирическим опытом. И он живет в Англии. Ну, все складывается, да. Теория познания. Что же делал Фрэнсис Бекон? Он работал над индуктивным методом познания. Это значит, что он предпочитал познавать от частного к общему. То есть, от единичных наблюдений к опыту и опыту в более широком положении. В общем, у нас есть там пять опытов, мы их всех совмещаем, и у нас получается одна теория. Как-то вот так, если очень-очень кратко, очень банально объяснить, это вот так вот приблизительно выглядит. Индукция. Нередко его называют эмпириком, но здесь следует заметить, что он не чистейший эмпирик. То есть, Фрэнсис не опирался на чистый опыт, а смешивал его с определенной разновидностью логики. Ну, то есть, индукцией. С индукцией, которую он разрабатывал. Да, он, конечно же, считал, что знание — это сила. Впрочем, еще до Ньютона. Да, это не значит, что знание — сила, в смысле, сила Ньютона — это нет. Просто знание — это сила. Это пауэр. Невероятная сила, правда, знание. Он пытался создать полноценную методологию науки. В основе познания, как было сказано выше, лежал эксперимент. И индукция. Индукция позволяла обрабатывать эксперимент. Также Фрэнсис Бекон очень настаивал на том, что надо еще составлять таблицы вот этих вот различных эмпирических опытов и по таблицам пытаться что-то вывести. Ну, в общем, это вполне себе так большой и великий систематизатор науки, методолог. Очень значительный человек. Для науки прям вот невероятно значительный человек. Я не думаю, что научное знание могло бы развиться без учения вот этого вот человека, потому что он написал текст «Новый органом». Напомню, что старый органом, ну, то есть просто обычный органом, был написан Аристотелем. Фрэнсис Бекон написал текст «Новый органом», который был посвящен преимущественно индуктивной логике, что, конечно же, интересно, безусловно, интересно. Ладно. Так, простите, небольшая заминочка. Так, все, готово, продолжаем. Так, он считал, что существует несколько препятствий на пути познания. Точнее, четыре. Он называл их призраками. Это призрак рода, призрак пещеры, призрак площади и призрак театра. Что же это все значит? Что же это за призраки такие странные, странные, непонятные призраки? Призрак рода – это то, что у нас проистекает из человеческой природы. Допустим, человек, человечество, ни один из людей по природе своей не может видеть ультрафиолетовые лучи. Фрэнсис Бекон о них, кстати, и не знал. И это вот препятствие, оно является призраком рода. Да, род человеческий не может чувствовать ультрафиолетовые там излучения какие-то. Также у человека нет органов чувств, позволяющих ему ощущать, не знаю, гамма-излучения, допустим. Мы их чувствуем непосредственно уже после того, как, скажем так, заболели лучевой болезнью. Да, но это не восприятие. Мы будем все это чувствовать значительно позже. И есть множество-множство таких вещей, которые проистекают из человеческой невозможности ощущать что-то в принципе. Да, это призраки рода. Род, то есть ни один человек из нашего рода не может ничего из этого воспринять. Ну, или если мы попробуем более банальный пример привести, то, к примеру, призрака рода может служить, там невозможно видеть призраков. Допустим, призраки есть, но мы призраков не видим. Они есть, мы их и не видим, у нас нет органов чувств, способных воспринимать призраков. Это призрак рода. Потому что ни один из людей не может воспринимать призраков, но не считая особо одаренных магов, колдунов и прочих замечательных людей. Да. Следующий это призрак пещеры. Призраки пещеры уже не такие радикальные. Они возникают из ошибок восприятия конкретного человека. Ну, как бы вам объяснить? Не знаю. Ну, здесь тоже, по-моему, все понятно. Есть один человек. У этого человека есть какие-то особенности восприятия. Ну, допустим, у него есть своя концепция. Из этой концепции, в общем-то, следует, что вещи падают на землю, в общем-то, равно ускоренно. Как считал Аристотель. А потом некий товарищ Галилей, например, доказывает, что вещи-то падают, то есть, не равно ускоренно, с одной и той же скоростью, допустим, падают вещи вниз. А Аристотель, Галилей доказывает, что вещи падают вниз с ускорением. И вот первый человек не хочет вот этого видеть, замечать, он просто игнорирует все факты. Вот, например, вам призрак пещеры. Человек закрылся в своей пещере и не хочет, в общем-то, ничего слышать об этом. А также можно вот этот призрак пещеры приписать, в общем-то, к таким аспектам, которые как раз зависят от нашего восприятия. Например, нет у человека глаз, ну, слеп, человек слепой, вот, он один слепой. Есть еще несколько слепых людей в мире, там, ну, нескольких сотен тысяч, миллионов, неважно, но это не свойственно всему человеческому роду. Вот этот бедняк тоже в своей пещере находится и не может воспринимать то, что могут воспринимать другие. Печально. А следующее, призраки площади. Они проистекают из общения и языка. А, безусловно, в языке, особенно в языке естественном, существует огромное количество, ну, ненужных терминов, можно даже, так сказать, непрофессиональных терминов. Терминов, которые ничего не объясняют или, наоборот, вводят объяснение тогда, когда еще ничего не объяснено. Ну, то есть, да, призрак площади, это призрак непосредственно общественный призрак общения с людьми. Причем, именно здесь делается акцент на языке, причем на языке непрофессиональном научном языке, который пытался вывести, в том числе, Фрэнсис Беккер, а на языке обывателей. В общем-то, да, язык обывателей не предназначен для познания, оказывается. Это призрак площади. Призраки театра. Они проистекают из ложных мнений других людей. Ну, например, есть у нас Фрэнсис Беккер. Да, он разрабатывал индуктивную логику. И он, в общем-то, навязал индуктивную логику многим людям после, уже в будущем. А, да, сейчас наука целая пользуется индуктивной логикой. Но Дэвид Юм уже давно-давно-давно-давно подверг эту логику сомнению. Ну, в общем-то, стало понятно, что логика-то на самом деле индуктивная. Она работает с ошибками. Она всегда имеет вероятностный характер, в отличие от дедуктивной логики, которая всегда имеет характер абсолютный, если у нас истинные посылки. Проблема дедуктивной логики в нахождении посылок. Проблема индуктивной логики в том, что она никогда не может быть абсолютно верной. Ну, то есть результат индуктивной логики не может быть истинным с высокой долей достоверности никогда. Все. Вот в этом проблема заключается призрака театра. Вот мы послушались Фрэнсиса Бэкона, начали использовать индуктивную логику, а она на самом деле сомнительна, может быть даже ложна. Интересно, интересно, интересно получается. Бедный Фрэнсис Бэкон не знал, что он сам был призраком театра. Ну, это не так уж важно. Вот такое деление проводил Фрэнсис Бэкон, и оно довольно-таки интересное. Фрэнсис Бэкон вообще любил различные образы. Любил сравнивать людей с пауками метафизическими, которые плетут свои сети, с муравьями, например, которые очень-очень усердно работают, но не достигают какого-то большого результата. И с осами, не знаю, эстрадой, в общем-то, его подход был довольно-таки метафоричный и интересный. Что же считал Фрэнсис Бэкон про метафизику? Что он говорил в области метафизики? Согласно Фрэнсису Бэкону, Бог, конечно же, существует. Более того, Бог не запрещает познание природы. Он дал человеку ум, которому любопытно, что вообще во Вселенной существует, как она устроена. Этому уму непосредственно любопытно. Так вот, с помощью науки человек должен познавать мир, созданный Богом вещей. Должен. Потому что может. Потому что Бог есть. И Бог не против этого. Этика. Познание добра и зла невозможно логически и эмпирически, но доступно с помощью, угадайте чего? Библии, конечно же, да. Как же иначе? Следующий интересный персонаж это Томас Гоббс. Дата рождения. 1588 год. Дата смерти. 1679 регион. Англия. Вот его фотография, да. Теория познания. Различал два метода познания. Логическую дедукцию, ну, то есть, рационалистической механики. И индукцию эмпирической физики. Метафизика. Создал первую систему механического материализма. Отрицал существование мыслящей субстанции. У Кортезия мы это увидим, у Декарта. Вот следующий мыслитель Декарта, у него есть мыслящая субстанция. И он ее отрицал. Томас Гоббс. Уверяю, что мыслящее это нечто материальное. То есть нет отдельной субстанции, являющейся мыслящей. Мышление само по себе материальное. Да, от него вот это все, кстати, пошло. Физика. Природа представляется Гоббсу совокупностью протяженных тел. У Декарта там протяженные мыслящие, так скажем, субстанции. А здесь только протяженные тела. Различающиеся между собой величиной, фигурой, положением и движением. Движение принимается как механистическое, как перемещение. Чувственные качества рассматриваются Гоббсом не как свойства самих вещей, а как формы их восприятия. Гоббс разграничивал протяженность, реально присущую телам, и пространство как образ, создаваемый разумом. Этика. Естественный закон свойственен природе человека. Он есть в сущности стремление к самосохранению и удовлетворению потребностей. И вот один из главных принципов, который он сформулировал, это такое чуть ли не золотое правило логики, о, этики, простите, золотое правило этики. Не делайте другому того, чего не желаете себе. Я считаю, это не самое лучшее правило. Мало ли, чего мы там себе не желаем. Да, ну, вот такое вот правило забавное. Ну, а самая главная сфера, в которой работал Томас Гоббс, это политика. Безусловно, его главный текст Левиафан посвящен как раз политической теме. Известный текст Томаса Гоббса, Левиафан, рекомендую прочтению. Политика. Договорная теория возникновения государства выделяет всего три формы государства. Демократию, аристократию и монархию. Вспомним, что Аристотель выделял много типов государства, значительно больше, но вот мы решили сократить их уже. В новое время количество государств было сокращено. Демократию он не одобряет, потому что, например, черни недоступна большая мудрость, и при демократии возникают партии, что ведет к гражданской войне. Аристократия лучше, но она тем совершеннее, чем лучше походит на народное правление и чем больше сближается с монархией. А лучшая форма государства, по мнению Гоббса, это монархия. Она больше всех и других соответствует идеалу абсолютной и неразделенной власти. Да, заметьте, как все у него наоборот. У нас сейчас такое вот левое демократическое мировоззрение, оно совершенно обратно мнению о политике Гоббса. Что, кстати, интересно. Государство Гоббс рассматривает как результат договора между людьми, положившего конец естественному догоседарственному состоянию войны всех против всех. Да, вот тоже часть его концепции «Война всех против всех». Он придерживался принципа изначального равенства людей. Люди созданы творцом, равными физическом и интеллектуальном отношениям. У них равные возможности, одинаковые, ничем не ограниченные права на все. И также имеется свобода воли. Интересно, очень интересно, с учетом того, что он материалист, который придерживался механистической картины мира. И при этом вот у него вот такая вот милая-милая метафизика еще внутри политики. Очень интересно. Рене Декарт. Еще известный как Картезий. Ну, потому что Картезиус, ну, в общем, да. Я, мыслю, следовательно, существую известная фраза Рене Декарта. Родился в 1596 году. Умер в 1650. Регион Франция. Теория познания. Рене Декарт был рационалистом. Разум по Декарту критически оценивает опытные данные и выводит из них скрытые в природе истинные законы, формулируемые на математическом языке. Заметьте, да, опытные данные имеют здесь особое значение. Рене Декарт – это не просто чистый рационалист, как я уже говорил. Когда мы делим всех на рационалистов и эмпиристов, мы должны понимать, что уже в новое время чистых представителей данных течений, ну, просто не существовало. Эмпирики были раньше. Они были раньше. Действительно, их было много. Люди просто опирались на чистый опыт и были наивными реалистами. Да, они считали, что в опыте мы познаем непосредственно истину. А Рене Декарт были и чистые рационалисты, которые, наоборот, думали, что опыт – это иллюзия, а надо познавать мир с помощью логики, с помощью ума, с помощью математики. Вот платоники, например, либо парменид, либо, не знаю, кто-нибудь еще. Вот это как раз типичные рационалисты, причем чистые рационалисты. Вот чистейшие рационалисты были именно в Древней Греции. И их методы, они были антиэмпирические, просто антиэмпирические. Никакого эмпиризма. Нет, 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 мы его опровергли уже давно. У нас есть опори из Энона. Мы опровергли все, мы опровергли движение. Никакого движения нет. Материя, ну, что с материей? Материя вторична по Платону. Куда важнее мир идей. И вот получается, что существовали чистые рационалисты, чистые эмпирики. А в новое время нет, никого чистого нет в этом смысле. То есть у нас нет представителей чистого рационализма, которые отрицают эмпиризм и придерживаются только рациональных позиций. И Рене Декарт один из таких вот, так скажем, нечистых. Причем в хорошем смысле нечистых. Ну, то есть у него эклектическое довольно учение с этой позиции. Да, также заметим, что рациональность у Рене Декарта, потому что Рене Декарта, это еще и величайший математик, между прочим. И физик, да. В то время еще все было довольно-таки смешано, поэтому без разницы. Можно ли назвать его физиком, философом, натур философом, неважно. В общем, да. Он опирался не столько на логику, сколько на математику. Очень большой акцент у Кортезия делается именно на математику. И что, в принципе, в итоге будет свойственно науке. Наука делает куда меньше акцент на логику, чем на математику. Например, Аристотель, Аристотельевское учение, оно наоборот, оно делает меньше акцент на математику. Я вообще не помню ни одного перепад этика, который был бы при этом величайшим математиком. Да. Сто все опираются на логику перепад этики. Платоники же, наоборот, они опираются в большей степени на математику и в меньшей степени на логику. В большей степени на диалектику они опираются, чем на логику. Вот и получается, что Рене Декарт скорее последователь не столько Аристотеля, сколько Платона. И, вероятно, потому что Рене Декарт величайший ученый вообще всех времен в науке, поскольку Рене Декарт величайший методолог науки всех времен. Да, закрепилась вот этот акцент именно на математику. А логика? Логика, логика. Да кто из ученых сейчас даже знает логику? Модус поненс. Кто из ученых знает модус поненс? Кто из них может, в общем-то, вот это вот суждение нам воспроизвести? Да немногие, на самом деле очень немногие. У них есть определенный метод. У них есть математические знания. Логика? Логика. Логика у них воспринимается вот таким вот, не знаю, ну да, мы логичные, мы такие рациональные, мы такие умные, а как спросишь у них про модус поненс, большая часть тебе ответит, ну не знаю, что это такое. Потому что в научном методе логика непосредственно не нужна. К сожалению, или к счастью, не знаю, трудно сказать, но вот просто в методе научном, в самом по себе, имеются стандартные формы, стандартные формулировки и стандартные подходы к выводу. А знание непосредственно логики, то, что лежит за этими подходами, не обязательно. Но знание математики при этом очень обязательно не делается огромный акцент на математику. Вот о чем я хотел сказать за счет Роден Декарта и его теории познаний, что он был тем самым человеком, который, в общем-то, провел нам линию от Пифагора, через Платона, через, в общем-то, да, ислам, а потом из исламок там вот эта вот математика, она пришла все-таки, у нее такое великое путешествие, действительно, Пифагор, Платон, исламские перепатетики, которые уже наоборот были больше математиками, чем логиками, а потом переход вот этой вот перепатетики в средневековую схоластику, а из схоластики уже к Рене Декарту, вот эта вот математика перешла таким вот большим, длинным путем и в итоге обосновалась в науке. Вот какой интересный у нее был путь. И Рене Декарт, наверное, один из основных персонажей, благодаря которому это произошло. Убираем Рене Декарта. Да я не знаю, наверное, не было бы математики сейчас в науке, эмпиризм был бы доминирующим. Также мы часто с вами обсуждали пресловутое радикальное сомнение Рене Декарта. Опять же, я, наверное, вот так вот скажу. Было греческое сомнение, это одно сомнение. Сомнение уже в новое время совершенно другая какая-то вещь, которая с тем сомнением античным, но она прямо не связана, честно говоря. У Рене Декарта свой такой подход. Да, да, в отличие от схоластических авторов, он сомневается, он нам, то есть, говорит. А вдруг? Вдруг какой-то, в общем-то, демон, демон злой внезапно взял и отменил. Отменил наше восприятие. Вдруг он нам насылает восприятие наоборот, а мы сидим. А вдруг это неправда? Вдруг нет наших предприятий? Вдруг все, что мы воспринимаем, это неправда? Иллюзия. А вдруг мы сами, вдруг наша душа иллюзия? Вдруг Бог иллюзия? Вдруг даже математика? Заметьте, великий математик Рене Декарта говорит, а вдруг даже математика? Это все навязано, в общем-то, вот этим вот демонам. Вообще, образ довольно-таки дурацкий, конечно, но именно в том плане, что он не академичный, такой обычный, такой художественный. Но мыслителям начала нового времени это свойственно, конечно. Конечно, свойственны такие образы, и Бекону свойственны такие интересные образы призраки, и вот Рене Декарту. Так вот, допустим, все это сомнительно. Вот, все, что мы изучили, все, что мы вот это вот судили, все это сомнительно. Это может казаться ложным. Что же у нас остается? Мы усомнились во всем, говорит Рене Декарта. Во всем усомнились, ничего больше не осталось, кроме одного сомнения. Сам факт того, что мы можем сомневаться в этом всем, есть, есть, факт есть. А кто сомневается-то тогда, кто? Мы сомневаемся. Я мыслю, либо еще переводится, я сомневаюсь, следовательно, и я существую. Вот из этого произошла такая вот фраза, из такого рассуждения. А потом Декарт берет из вот этого существования, и я доказываю все, что он в общем-то, в чем он сомнился. Душу Бога, математику, эфирический опыт, все, все ок. Все ок, дьявола нет, потому что я мыслю, следовательно, существую. В общем, такой вот интересный скептик Рене Декарта, который вот вроде бы, да, попытался усомниться во многом, а потом сразу же провел цепочку доказательств, такую стремительную и не очень убедительную, между прочим, после я мыслю, следовательно, я существую, это просто не очень убедительная цепочка доказательств. Например, чтобы доказать существование Бога, он использует аргумент к совершенству. Это эстетический аргумент, он с точки зрения метафизики, по-моему, очень дешевый. Ну, то есть, это, наверное, из всех вообще возможных аргументов схоластики, он самый простой и самый незначительный. И вот Рене Декарт использует этот аргумент. Интересно, интересно. Ну вот, я мыслю, следовательно, существую. Рене Декарт. Да. Причем вот эта вот мысль, действительно, всегда понимаете мыслью, как сомневаюсь, но сомневаюсь не как древний грек, а сомневаюсь в демоне. Сомневаюсь в том, что какой-то демон, да, все это... Да, ладно, шутка не получилось, но неважно. А вдруг, а вдруг действительно демон все это сделал? Вот что значит мыслить, вот что значит существовать. В метафизике Кортезий дуалист. Он признавал наличие идеального материального... Да, материальное, идеальное, все есть, все на месте, все представлено. Есть две субстанции. Протяженная материя. Из нее состоят наши тела, вот мои ручки, моя голова. Все состоит из протяженной материи. И мыслящая. Из нее состоит вот то, что внутри у меня. Душа, например. Да. И их общий источник это... Угадайте кто, вы не поверите. Это бог, конечно же. Как странно. Почему же опять бог? Это, наверное, как ценность христианства. Нет, наверное. Так вот, продолжаем. Физика. Теперь от метафизики переходим к физике, как и мы привыкли. Физика. Вселенная целиком заполнена движущейся материей. И в своих проявлениях эта материя самодостаточная. А неделимых атомов и пустоты Декарт не признавал. Нет атомов. Нет пустоты. Все едино. Все слито. Материя протяженная. Не только вот мы видим протяженные руки, протяженную голову, протяженное туловище, протяженный монитор, протяженный экран. Нет. Нет, не только вот это вот все является протяженным, но и материя, которую мы не видим, которая вот и лежит в основании вот этого всего материального. Она тоже протяженная, она растянута. Это оперирован. Вот то греческое, то беспредельное. То беспредельное, которое мы встречаем в греческой философии. Вот на что похожа материя Рене Декарта. И это тоже интересно. Ну, потому что в итоге все-таки победит атомическая концепция, как бы, что тоже известно. Ну, вот что читал Рене Декарт. Это замечательно, это интересно. Он выделил обширный класс неделимых тонких материй, с помощью которых пытался объяснить действия теплоты, тяготения, электричества и магнетизма. Кстати, что намного интереснее, попыток ученых того времени и чуть-чуть более позднего времени определиться то же самое. Какие-то невидимые силы, векторы, непонятно откуда идут, что это, центры какие-то. Ну, то есть, вообще совершенно воздушные штуки математические придумывали. А вот Рене Декарт попытался объяснить все это чисто материально. Кстати, сейчас тоже пытаются объяснить это чисто материально. Гравитация. Гравитация. Гравитация, да? Сила притяжения, в общем-то, у нас Ньютон выдвинул силу притяжения. Какой-то вектор, какое-то тело, векторы, и они идут что, 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 к чему тянется, вообще ничего не понятно. Ну, то есть, да, как этот механизм работает. Мы просто можем зафиксировать, вот точка, вот линия, и можем рассчитать, что, с какой скоростью, куда падает. А суть этого в чем заключается? Непонятно. Непонятно. Современные ученые вводят понятие гравитона, например. Ммм, специальная частица, которая отвечает за притяжение. А вот пример такой же, вот, как и у Рене Декарна. Есть определенные частицы, считал Рене. А не какие-то абстрактные силы, невидимые, магические, математические силы, которые, не знаю, возникают непонятно откуда и просто действуют. Нет, существует материя. И эта материя имеет определенные свойства. И она протяженная, она везде. Кстати, возможно, это очень сильно даже похоже на Эйнштейна, теорию Эйнштейна, если бы мы не воспринимали пространство как растягивающуюся какую-то вещь, изменяющуюся, возможно, которая может, в общем-то, искажаться. Нет, нет, в данном случае просто материя вместо пространства, и в целом система была бы очень похожа. Ну, в общем-то, да, и в науке были попытки в итоге, впоследствии, потом, совсем ввести гравитон, и какие-то еще частицы, отвечающие за взаимодействие. Но основа, предшественником всего этого был Рене Декарн. А до него, в общем-то, были греческие мыслители. Этика. Картезия не очень знаменит своей этикой, честно скажем. Но давайте попробуем немножко разобраться. Да, он рассуждал, угадайте про что? Про любовь он рассуждал. Ну, как и по свойствам, да, любым христианам рассуждать про любовь в христианской культуре, это классика. Да. Он считал, что совершенное существо является истинным объектом любви. Он также утверждал, что существует противоположность духа, материи, предписывающая нам удаляться от всего телесного. Типичная христианская концепция, монашеская, в общем-то, получается. Также он утверждал, что вселенная бесконечна и предписывает, что мы должны смириться, в общем-то, возвыситься над всем земным и смириться перед божеством, его мудростью, его всемогуществом. Ну, классика, христианская классика. Что я могу сказать про Рене Декарта с точки зрения этики, классика христианства. Также он предполагал, что мы должны быть солидарны с другими существами и всем миром. И также должны приносить жертву общему благу. Потрясающая концепция, очень оригинально, очень потрясающая, да. Блес Паскаль. Дата рождения 1623 год, дата смерти 1662. Регион Франция. Метафизика. Он христианин. Вот это просто чистый христианин и с этим спорить невозможно. Например, Кортезий. Многие скажут, что он не был христианином, у него свое видение мира, свое видение Бога. Ну, с этим можно спорить, в общем, являлся ли Кортезий христианином. Блес Паскаль являлся христианином с большой буквы, в общем-то. И сам это признавал. Он критиковал атеизм и защищал веру. Этика. Христианская этика, типичная христианская этика, свойственно Блесу Паскалю. Он считал, что есть только три разряда людей. Одни обрели блог Бога и служат ему. Эти люди разумны и счастливы. Другие не нашли и не ищут. Эти люди безумны и несчастны. Третьи не обрели, но ищут его. Эти люди разумны, но пока несчастны. Заметьте, это комбинаторика. Он провел, в общем-то, через суждение все возможные варианты его разветвления. И как-то их прокомментировал. Тоже комбинаторно, между прочим, прокомментировал. Блес Паскаль, математик. Большая математика. Не зря языки программирования называются Паскаль. Есть язык программирования Паскаль. Вот во имя вот этого человека. Потому что он известный математик своего времени, между прочим. Философом его считают. Не знаю почему, конечно. Ну, такой он, известный персонаж. Известный персонаж. Математический. И, возможно, возможно, это притечи комбинаторики. Математической комбинаторики. И, в смысле, философской комбинаторики в европейских учениях. Потому что он пробует все возможные варианты. И, например, существует известная Пари Паскаля. Тоже построенная на чистой комбинаторике. В общем-то, у нас есть положение. Бог существует. Есть положение. Бог не существует. Ну, и Паскаль предлагает нам Пари. Во что верить, а во что не верить? У нас, получается, четыре варианта. Допустим, мы верим в то, что Бог существует. Верим. Верим, что Бог существует. Что же из этого у нас получается? Бесконечная ценность Приза. Почему? Потому что у нас вечная душа. Мы попадем в рай. Все замечательно. Мы живем. Мы наслаждаемся жизнью. Смертью. Точнее, наслаждаемся смертью. Мы наслуждаемся посмертным существованием. Все замечательно. Допустим, Бог существует. Допустим, да, Бог существует, и мы в Него верим, и все замечательно. Все потрясающе. Все классно. Все очень хорошо. Все невозможно хорошо. Бесконечно хорошо. Допустим, Бог существует, и мы в Него не верим. Ух, в ад мы попадем. Ах, плохо нам будет после смерти тогда. Очень-очень плохо нам будет. И что с этим делать? Непонятно, непонятно. Верить надо. Надо верить, если Бог существует. С другой стороны, вдруг Бога не существует. Допустим, Бога не существует. Паскаль, конечно же, знал, что Бог существует, но, допустим, Бога нет. И, допустим, мы верим. Что говорил Блес Паскаль? Что нас ждут некоторые затраты. Да, мы верим, мы тратимся на это, ходим в церковь, там, платим, храмом, что-то. Ну, мелочи. Мелочи жизни, так скажем. На самом деле, я здесь с ним не согласен. Потому что, по-настоящему, верующий человек жертвует колоссальным количеством вещей. Во благо даже той же христианской этики. Это этика пожертвований, это этика страдания. Я, например, с ним здесь был бы не согласен, что имеются некоторые конечные затраты. Но он считал, что незначительные эти затраты. Очень маленькие. Очень-очень-очень маленькие. Также, если Бога не существует, и мы в Него не верим, то имеется некоторая конечная экономия. Заметьте, да? Заметьте, прям, блин. Некоторая конечная экономия. А так чуть-чуть сэкономили. На самом деле, если мы не верим Богу, и Бога одновременно не существует, и мы не исповедуем христианские этические, в общем-то, постулаты, то мы экономим не просто, мы всю жизнь считаете экономным. Мы можем получать удовольствие, мы можем предаваться там гедонизму, мы можем кушать. Кушать вкусно можем, понимаете? Христианство кушать вкусно запрещает даже. Один из греков это чревоугодие. Это значит вкусно кушать просто. Не значит много, это значит наслаждаться едой. Христианство даже вот это запрещает, понимаете? Некоторые конечные затраты, некоторая конечная экономия. Ну, Блес Паскальник, ну ты выдал. Ну, может быть, конечно, да. Я с ним соглашусь с тем, что по сравнению с бесконечной ценностью приза, если Бог есть, если мы в Него верим, если наша душа будет бессмертной, если потом она попадет в рай, и там все будет замечательно, то вот эта вот бесконечная ценность приза, она просто замечательная. И можно не кушать вкусно здесь, на земле. И можно не предаваться каким-то там плотским утехам. И можно там не быть горделивым. Можно все, что угодно делать, чтобы добиться вот этого приза. Но! Но! Если Бога не существует, делать все это, ну, крайне затратно, на мой взгляд. Прямо невероятно затратно. Ну, конечно, большинство верующих этого не делают. Поэтому, ну, что делать? Плевать всем. Ну, вот такой вот Пари Паскаля. Полностью комбинаторная и очень интересная. Это самое, наверное, интересное, что... На что обращают внимание многие исследователи Паскаля. Оно, плюс ко всему, математическое. Смотрите. Плюс бесконечность. F0. Минус 1. Плюс 1. Все на математике у него построено. Потрясающе! Следующий известный мыслитель Джон Локк. Нередко его относят к философии просвещения, но, простите уж, простите уж, нет, я его отношу, я его решил, вот, в общем-то, перенести в философию нового времени. Потому что он значимый персонаж для становления философии в целом. И его философия, пусть и в области политики соответствует философии просвещения. Он, может быть, даже в некотором роде основатель этой философии. Но в области теории познания, которой он прежде всего известен, он больше, на мой взгляд, подходит к философам именно нового времени, ближе к Кортезию, к Бекону и прочим. Дата рождения 1632 год. Дата смерти 1704 год. Регион Англия. Теория познания, эмпиризм и сенсуализм. Ну, смешивал эмпиризм и сенсуализм, в основном на них опирался. Сенсуализм это учение о том, что восприятия являются основной формой достоверного познания. Основой нашего познания является опыт, который состоит из единичных восприятий. То есть он решил углубить учение Фрэнсиса Бекона. Пытался разобраться в том, как это вообще работает. Да, Фрэнсис Бекон верил в опыт, в эмпиризм, но как? Как? Почему мы должны опираться на эмпиризм? Почему эмпиризм является основателем? Просто хороший, действительно, вопрос. Этот заслуживает внимания. И им занимался сам Джон Лок. Так. Так, восприятие делится на ощущения, действия предмета на наши органы чувств и рефлексии. Идея возникает в уме в результате абстрагирования восприятия. Ну, чё ж так тускло. Он считал, что разум изначально является табула раса. Запомните слово табула раса. Переводится как чистая доска. Чистый лист. Вот у нас в разуме ничего нет сначала. Вот мы родились полная чистота, абсолютная чистота, совершенное ничто внутри нас. И постепенно мы учимся, воспринимаем и, в общем-то, наполняемся содержаниями. С другой стороны, например, у Лейбницы и у некоторых других мыслителей была идея противоположная табула раса. Это идея врождённых идей. Простите за тавтологию. В общем-то, да, они считали, что существуют врождённые идеи. Внутри, в общем-то, людей, в нас, внутри прирождения, существует нечто врождённое. Идея Бога, души и прочих таких вещей. Вот так вот. Ну и, конечно же, Джон Лок считал, что ощущения первичны по отношению к разуму. Поскольку он сенсуалист, это чисто сенсуалистическая концепция. Интересно. С теорией познания Джона Лока, потрясающего мыслителя, в прекрасном парике. Чем дальше, тем лучше парики будут, между прочим. Да. Мы переходим к политике, в которой он как раз уже ближе к авторам эпохи просвещения. Так вот, политика. Джон Лок чуть ли не основатель либерализма. Вот вы ненавидите либерастов. Вот он. Вот он, главный либерал всей вселенной. Чуть ли не основатель. Человек, который придерживался либеральных взглядов тогда, когда это еще не было мейнстримом. Человек, который сформулировал многие постулаты либеральной идеологии. Джон Лок. Естественное состояние, он считал, это состояние полной свободы и равенства при распоряжении своим имуществом и своей жизнью. В общем, в отличие от коммунистов, можно распоряжаться своим имуществом неплохо, хорошо. И своей жизнью тоже. Тоже, кстати, в отличие от коммунистов, социалистов и прочих замечательных людей, которые не давали людям распоряжаться ни имуществом, ни жизнью. Но, с другой стороны, он солидарен социалистами тем, что должна существовать свобода и равенство. Да. Это состояние мира и доброжелательности. То есть, человек по природе получается добр, а не зол. Нет войны против всех изначально, как это было у Гоббса. Нет изначально там, да, человек человеку-волк. Нет, человек человеку-друг, получается. Человек человеку-брат. Человек человеку-бездаю, ну да, брат. Единство-равенство-братство. Ну, то есть, вот-вот-вот-вот-вот откуда это тоже идет. Закон природы приписывает мир и безопасность. Право на собственность является естественным правом. При этом под собственностью Локк понимал жизнь, свободу и имущество, в том числе интеллектуальную собственность. Если вам не нравятся законы про интеллектуальную собственность, Джон Локк, обращайтесь к нему. Свобода, поясняет Локк, существует там, где каждый признается владельцем собственной личности. Первым предложил принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и федеративную. Кстати, очень неплохая идея, которая до сих пор применяется во многих странах. Джон Локк, любите жаловать, в общем, вот этого прекрасного человека. Федеративная власть занимается объявлением войны и мира, дипломатическими вопросами и участием в союзах и коалициях. В общем, вот человек, который во многом отвечает за ту систему, которая у нас в современном мире существует. Прошу любить и жаловать, если кто-то считает, что философия бесполезна, вот обращайтесь к Джону Локку и к его политике. Это был бесспорно философ, интереснейший философ, который вот сделал для мира вот такое вот великое дело. Создал либеральную философию, которую многие, правда, сейчас ненавидят. Ха-ха-ха. Следующий автор, Бенедикт Спиноза. Даты. Даты рождения 1632. Дата смерти 1677. Регион, да вы не поверите, Нидерланды. Да, кстати, его еще барух зовут Спиноза, но он еврей, в общем-то. Еврейская национальность у него. Кстати, не странно, что в итоге Эйнштейн, который тоже был евреем, был поклонником Спиноза. Вообще, многие евреи, и не только, в итоге были поклонниками Спиноза. Спиноза, как ни странно, в свое время подвергался колоссальным гонениям от церкви, в том числе преимущественно даже от церкви. Но в итоге, в итоге многие философы зацепились за его потрясающий труд, который назывался этика. Так, с чего же начинается эта знаменитая, знаменитая этика Бенедикта Спиноза? Спиноза строит метафизику по аналогии с логикой. Что предполагает задание алфавита, то есть определение базовых терминов, формулировку логических законов, аксиом, а вывод всех определенных положений, теорем, путем логических выводов. Такая последовательность обеспечивает истинность выводов в случае истинности аксиом. Причинность и есть то, что многие называют волей Бога, поскольку она вечна и неизменна. Все должно иметь свое объяснение, ибо ничто не происходит из ничего. Истинные единичные вещи, действия друг на друга, связаны жесткой цепью взаимной причины и обусловленности. В этой цепи не может быть никаких разрывов. Вся природа представляет собой бесконечный ряд причин и следствий, которые в своей совокупности составляют однозначную необходимость. Вещи не могли бы быть произведены Богом никаким другим образом и ни в каком другом порядке, чем произведены. Этот автор чистый детерминист. Абсолютный детерминист. Один из немногих детерминистов за всю историю, в общем-то, вот такой большой философии. Ну, не считая греков, конечно. У греков много детерминистов. Потом детерминистов стало значительно меньше с распространением теории свободы воли. Христианской теории свободы воли. А Бенедикт Спиноза как раз придерживался детерминизма. Уверял, что у нас есть возможность вывести все из общих терминов. И поэтому он построил уникальную систему философствования, которая полностью основана на геометрии, можно сказать, геометрический способ познания. Мы берем Евклидову геометрию и берем текст Бенедикта Спиноза, который называется «Этика». И там очень похожие методы. На основании аксиом Бенедикт Спиноза выводит теоремы. Из теорем он выводит короларии. Ненавижу геометрические термины, они запутаны. Ну ладно, в общем-то, следствие из них выводят. Потом все теоремы связаны друг с другом и доказываются вместе друг с другом. И постепенно он таким образом от чистейшей метафизики, от абсолютной метафизики, от суперабстракции приходит к этике. Потому текст и называется «Этика». Потому что он от суперметафизики, такой вот просто вообще от всего отвлеченный и мало с чем связанный, приходит постепенно по ступеням с помощью теоремы, с помощью обоснований, с помощью вот таких вот простых вещей. И обоснование довольно-таки убедительное. На самом деле, наверное, самое убедительное философское, в общем-то, философское рассуждение о Боге за всю историю. Ну просто потому, что оно очень, оно очень хорошо связано. Это непротиворечивая модель, непротиворечивая модель доказательства существования Бога. Но Бога не того, о котором хотят слушать христиане. А в этом вся проблема. Метафизика. Да. Главный текст Спиноза называется «Этика», но значительная часть его посвящена метафизике. Это исследование приводит к первичному, как сонтологической, так и логической точке зрения бытию. Да, к первичному бытию. К бесконечной субстанции, которая есть причина самой себя. Субстанция у Спиноза – это то, что существует само по себе и представляется само через себя. Субстанция, она же природа. Да, вот вам сюрприз, потому что Бенедикт Спиноза – это не деист. Это не человек, который, в общем-то, верит в то, что Бог и мир раздельны. Он пантеист. То есть Бог и мир одно, единое. Поэтому его христиане очень не любили, честно говоря. Хотя в итоге они начали использовать многие его аргументы. Например, в частности, тот, что субстанция может быть только одна. Других быть не может. Да, существует она только одна. То есть она есть все существующее. В природе Бога не имеют места ни ум, ни воля. Мир детреминистичен. Субстанция бесконечна в пространстве и вечного времени. Субстанция по определению неделима. Делимость – лишь видимость конечных вещей. Субстанция – это мир или природа в самом общем смысле. Субстанция одна, так как две субстанции ограничивали бы друг друга, что несовместимо с бесконечностью присущей субстанции. Все. Вот такова метафизика. И она, метафизика Спиноза, и она не похожа на христианскую. И христиане от этого бомбили дико просто. И, к сожалению, не так смешно, потому что до Спинозе досталось за это. Так вот. Этика. Под аффектами Спиноза понимал состояние тела и идеи этих состояний, которые увеличивают или уменьшают активность человека. Он выделял три вида аффектов – вовлечение или желание, как проявление сущности человеческой природы и стремление к самосохранению. Основных аффектов, переживаемых человеком, три – удовольствие, неудовольствие и последнее – желание. Помимо пассивных природных страстей, Спиноза выделял аффекты удовольствия и желания, связанные с активным состоянием души, ее стремлением к познанию истинных или адекватных идей. Поскольку ограничение способности души к мышлению или познанию вызывает неудовольствие, то познание, как проявление активности души, связано только с аффектами удовольствия и желания. Согласно учению Спиноза, человек подвержен аффектам, поскольку он – часть природы. Он не может не подчиняться ее порядкам и законам, и бессилен перед ними. Естественные желания являются формой рабства. Мы не выбираем, чтобы иметь их. Наше действие не может быть свободно, если оно подчинено силам вне нас, рассудок и интуиция, призванные направить намерение человека на любовь к Богу. Так вот, вообще, да, как известно, Спиноза сформулировал такую вот фразу, очень известную фразу, очень противоречивую, но она, в общем, говорит, «Свобода – это осознанная необходимость». Противоречивая фраза, на самом деле, «свобода», «осознанная необходимость». Ну, было бы правильнее, наверное, сказать, что если все в мире необходимо и детерминистично, то никакой свободы не существует. Но это бы вполне соответствовало определению христианскому свободы воли, потому что человек может делать все, что хочет по христианству. А у Спиноза нет. Спиноза не может, к сожалению. Со Спинозой закончили. И вот он, человек с самым большим париком в мире. Величайший немецкий философ. Готфрид Вильгельм Лейбниц. Не только философ, математик в том числе. Один из самых великих математиков за всю историю человечества. Ну, в том числе, он касался многих других областей, важных, важных для человечества. Но мы остановимся только на философии. И даже математику почти не затронем. Ну, основатель комбинаторики. Ладно, комбинаторика, философская комбинаторика, вот она. Я развиваю философскую комбинаторику, он математическую создал. Так вот, даты рождения 1646. Дата смерти 1716 регион. Не поверите, Германия. Теория познания. Теория познания Лейбница. В общем-то, он вместо очевидности Декарта предложил в качестве критерия истинной объективности использовать логическое доказательство, между прочим. Математик. Великий математик Готфрид Вильгельм Лейбнец предложил использовать в качестве, в общем-то, достоверного критерия логическое доказательство. А с чего бы? А Декарт не использовал логическое доказательство, видимо, в недостаточной степени. Так вот, критериями истинности суждений являются правила обычной логики, какими пользуются и геометры. Например, предписание принимать за достоверное лишь то, что подтверждено надежным опытом и строгим доказательством. Также Лейбнец, в общем-то, сформулировал в достаточной степени один из первых, кто он сформулировал, закон достаточного основания. Один из четырех известных нам сегодня законов логики. Первые три сформулировал Аристотель. Последний закон достаточного основания сформулировал Лейбнец. Пространство и время он считал субъективными. Он думал, что это способы восприятия, свойственные монадам. Ну и, конечно же, он считал, что врожденные идеи есть, что противоречит идеям Лока. А теперь вернемся к пространству и времени, к тому, что они субъективны. Несколько позже, в рамках немецкой философии, мы будем изучать такого мыслителя, как Эммануил Кант. И в его учении мы как раз встречаем похожую позицию, что пространство и время субъективны. Привет Лейбнецу, в общем-то. Ну мы видим, в общем-то, закономерности вот этих вот, как идеи друг на друга взаимодействуют, как переходят от одного мыслителя к другому. В общем-то, все это тоже важно замечать, особенно даже заранее замечать, потому что многие не замечают. И в итоге пребывают в больших-больших предрассудках. Метафизика. Ох, моя любимая часть метафизика. Лейбнеца. Потому что это самая странная метафизика, о которой вы, наверное, когда-либо слышали и услышите, потому что, ну, Лейбнец потрясающий фантазер. Да, в данном случае. По Лейбнецу существующий мир создан, вы не поверите кем? Богом. Как наилучший из всех миров. Лучше мира быть не может. Мир один, и он лучший из всех. Лейбнец. Цитата Лейбнец. Мы живем в наилучшем из всех миров. Основаниями существующих явлений или феноменов служат простые, даже, можно сказать, простейшие субстанции, или монады. А монады с греческого единица. Ну, либо простая сущность. Ну, вы помните, пифагорейцев мы изучали, неопифагорейцев. У них там были монады, диады, триады. Вот монады. Вот они, монады. Математический термин практически. Да, и тоже интересная взаимосвязь. А что это за монады такие? Чем же они отличаются от всего остального, от всех остальных возможных частиц? А все монады просты. То есть не являются составными. Они монолитные, так скажем. Что значит простое в философском смысле? Не состоящее ни из каких частей, вообще ни из каких. Я сложен, я человек. У меня, во мне куча, не знаю, клеток, во мне, у меня разные части тела. Я могу их отрезать от себя. Монада не может от себя ничего отрезать. Вот так скажем. Она не содержит никаких частей. Она монолитна. Она едина. И она неуничтожима. Ну, другими монадами, между прочим. Монаду может уничтожить только Бог. И создать ее может только Бог. Все. В остальном она неуничтожима никем и ничем. Этих монад удивительных бесконечно много. Монады обладают качествами, которые отличают одну монаду от другой. Двух абсолютно тождественных монад не существует. Вспоминаем учение про гомеомерии. Действительно очень похоже на учение про гомеомерии. За исключением, что это монады, они неделимы, там много-много-много всего. Ну, разница есть, но вот отсылка к гомеомериям здесь имеется. Монады образуют умопостигаемый мир, производом от которого выступает мир феноменальный. То есть физический космос, то есть феноменальный мир явлений, мир, который мы можем с вами воспринимать. А феномен явлений. То, что нам является. То, что мы можем видеть, можем трогать, можем нюхать, чувствовать. Простые субстанции могут получить начало только путем творения и погибнуть только через уничтожение. В то время как то, что сложно, насчитается или качается, в общем-то все уничтожается. Все это по частям разваливается, уничтожается, исчезает. Монады не исчезают. Да, они только творятся Богом и уничтожаются Богом. Все. Все. У них больше нет никаких других вариантов погибели. Монады очень крутые. Они неуязвимы. Они непобедимы. Только одно существо в мире сможет с ними совладать. Только Бог. Мы не можем уничтожить монаду. Мы не можем ее разделить. Мы не можем произвести ядерный взрыв из монады. Нет. Нет, нет, нет. Только Бог все это делает. Все монады. Вот теперь начинается самое интересное. Я не знаю, что это за трибббница, как когда он все это придумывал. Но вот это вот потрясающая часть его учения. Прочитайте текст монадологии. Он короткий. И он потрясающий. Это действительно, не знаю, это жемчужина философской мысли. Он короткий, он простой. И в нем описано вот это вот удивительное, магическое, потрясающее учение о монадах. И вот мы переходим к самой главной части этого учения. Все монады способны к перцепции или восприятию своей внутренней жизни. То есть у них есть восприятие. Представляете? Некоторые монады в ходе своего внутреннего развития достигают уровня осознанного восприятия или оперцепции. А первый... Так, непонятно, зачем это предложение. Так, для простых субстанций, имеющих только восприятие и стремление, достаточно общего имени монады или интеллектии. Монады, имеющие более отчетливое восприятие, сопровождающиеся памятью, Либниц называет душами. Души. Вот монады, это души. Мельчайшие частицы, из которых все вокруг состоит, это души. Вот оно. Не существует совершенно неодушевленной природы по Либнице. Почему? Да потому что все монады как минимум воспринимают... У некоторых монад есть свойство покруче. Память, например. Или что-то еще. Но все монады воспринимают. Как минимум. Восприятие это свойство жизни. Поэтому не существует неодушевленной природы. Поэтому вся природа одушевлена. Потому что даже вот деревянный стол, на котором стоит мой компьютер, состоит из монад, которые могут воспринимать, по мнению Либница. Также в каждой монаде потенциально свернута целая вселенная. Кстати, это похоже немножко на модель ДНК, как в каждой клетке содержится ДНК, которая содержит в себе как бы потенциально весь организм. Также монада содержит в себе потенциально всю вселенную. Интересно. Потрясающе. Либнец невероятен. И монадология это, наверное, самое странное учение философии нового времени. Но и неудивительно. Это Германия, это не Англия и Франция, у которых все было довольно традиционно. Либнец взрывает мозг. И он потрясающий этим самым. А сейчас перейдем еще к одному персонажу, который находится здесь вот сомнительно довольно. Пьер Бейн. Он отчасти отличается от мыслителей просвещения и жил тоже ближе к эпохе просвещения. И авторы эпохи просвещения очень любили Пьера Бейля. Почему? Потому что он написал слова философские. Даты жизни. 1647-1706. Регион Франция. Чем занимался Пьер Бейль? Он занимался критикой. Он одинаково боролся как против теологической схоластики, так и против попытки философской рассудочной религии. Вследствие чего одни видели в нем еретика, а другие приверженцы мракобесия. Мракобесия здесь русское слово использовано, которое еще, видимо, в те времена не использовалось русскими. Обскурантизм подразумевается, конечно же. Обскурантизм. Просто, да, мракобесия как перевод слова обскурантизм. У нас оба слова в русском дискурсе используются. Обскурантизм это мракобесия. То есть сопротивление прогрессу, сопротивление развитию человечества, сопротивление умножения знаний человечества. Вот что думали о Пьере Бейле. В нём самом это противоречие между верой и знанием нашло в себе так мало внутреннего примирения, что, читая вот-вот, distinctionare, французский у меня ужасный, конечно, но это значит словарь, а distinctionare, наверное, я как узбек произношал словарь на французском. Приехал из Африки, во Франции, distinctionare, а, ладно, словарь, словарь философский, словарь Пьера Бейля, да, в общем, когда его читаешь, так и кажется, что текст был продиктован ему верой, а примечание наукой и диалектической критикой. Чем, в общем-то, Пьер Бейль стал знаменит внутри словаря? Что прославило Пьера Бейля? Каким тезисом знаменит этот потрясающий человек? А Пьер Бейль ратовал за то, что, в общем-то, этика не принадлежит религии. Этика, она общефилософское понятие. У религии нет монополии на этику. Вот что считал Пьер Бейль. После, после Пьера Бейля, это положение будет раскритиковано Кантом. Кант считал, что религия и этика взаимосвязаны, и этика является доказательным существованием Бога. После Достоевский тоже будет поддерживать позицию скорее Канта, чем Бейля. Они все как бы игнорируют Бейля, им плевать на Бейля почему-то. Они не пытаются сопротивляться вот этому утверждению Бейля. Хотя оно кажется скорее очевидным, потому что в разных религиях разные этические воззрения. А есть еще и не религии, в которых есть свои этические воззрения. Но получается, что у религии нет монополии на этику. То есть получается своеобразный такой релятивизм. Почему мы должны верить Канту или, не знаю, Достоевскому, если у нас есть Пьер Бейль? Также Пьер Бейль мог представить себе государство. Потрясающе хорошее, доброе государство. Этическое государство, в котором существуют только одни атеисты. Вот родоначальник вот этой вот критики этической против крестьянства, которую ведут атеисты. Оно началось именно с Пьера Бейля. Ну и это логично следует вообще вот из его позиции. Атеисты, вот автор, который позволил вам оторваться от христианской этики. Который позволил вам сказать, что этика это не только дело религии. Это потрясающий Пьер Бейль. А теперь вот он, громада, философия английская и потрясающий просто мыслитель, один из самых выдающихся мыслителей своего времени, один из самых выдающихся мыслителей нового времени, именно Дэвид Юм. Дата рождения 1811, жил он по 1776. Во многом многие авторы его относят непосредственно к просвещению. Ну вы посмотрите на его учение, это чистая теория познания. Авторы эпохи просвещения, они не очень часто увлекались, к сожалению, теорией познания как таковой. Ну поэтому я отнес его к новому времени, Дэвида Юма. Он здесь очень хорошо вписывается. Вписывается в контекст всех мыслителей, которых мы изучали до этого. Так вот. Жил он в Англии, как я уже сказал. Теория познания. Теория, скорее всего, теория непознания. Теория познания Юма и теория непознания. Ну потому что он очень близок к агностическим взглядам. Ну то есть отрицание возможности познания в принципе. Теория непознания Дэвида Юма. Начнем. Опыт состоит таким образом из ярких, насыщенных впечатлений. Впечатления же делятся на внутренние аффекты и эмоции, и внешние, восприятия и ощущения. Есть опыт, есть идеи. Идеи – это воспоминания памяти и образы воображения. Суть – те бедные копии впечатлений. То есть у нас есть две штуки. Две штуки в теории познания. Опыт, восприятие и прочая вот такая вот материальная штука, которая очень важна для Дэвида Юма. И вторичные по отношению к ним идеи. Идеи и восприятие бывают простыми и сложными. Бывают простые идеи и сложные идеи. Бывают простые восприятия и сложные восприятия. Все. Вся система Дэвида Юма в отношении вот этих вот аспектов мы прояснили. Все содержание ума состоит из впечатлений и идей. То есть впечатление – суть то, что составляет содержание нашего внутреннего мира. Как правило, впечатления сами по себе являются источниками сложных идей. Тогда как простые, то есть неразложимые идеи являются продуктами работы ума. Однако, подчеркивает Юм, какую бы идею в нашем уме мы ни взяли, всегда можно теоретически проследить ее связь с впечатлением ее породившим. Допуская атомарность любых перцепций. Дэвида Юм, как и свойственно мыслителю английской школы. Кстати, его очень часто называют скептиком. Но я не считаю его скептиком как раз потому, что он опирался на эмпирический опыт. Да, ну понятно, эмпирический опыт, он подвергается скептикам и сомнению обычно. У Дэвида Юма очень большая опора именно на эмпирический опыт. И большой вот такой вот акцент делается на эмпирическом опыте. Можно сказать, вот критическая философия, которая в итоге возникнет у Канта, она уже заложена Дэвидом Юмом. Вот поскольку он начинает разбирать содержание ума, а не внешнего мира. Он делает утверждение о внутреннем мире, о том, почему мы не можем познать внешний мир. Вот так вот и нужно трактовать учение Дэвида Юма. Он скептик по отношению к внешнему миру, к внутреннему миру. К внутреннему миру он абсолютно не скептичен. В том плане, что он постулирует существование различных внутренних каких-то вот объектов, субстанций, не знаю, как это выразить. Есть, в общем, есть определенные штуки, которые Дэвид Юм постулирует догматически. Причем он делает упор на опыт, на эмпиризм, так скажем. Внутри человека превалирует эмпиризм, но мы не можем его подтвердить. У нас нет никаких оснований, чтобы подтвердить этот эмпиризм относителям внешнего мира. Поэтому я, например, Дэвида Юма не считаю скептиком. Но большинство мыслителей, читателей, философов, именно академических, да, считают, что Дэвид Юм был все-таки скептиком, а не агностиком. Ну, не знаю. Не важно. Здесь не важно. Здесь будем считать, что это дискуссионный вопрос. Поскольку у меня довольно, так скажем, специфические требования для скептиков. Но давайте продолжим разбирать философию Дэвида Юма. Кто же он такой, что он говорил. То, что ложное в силу демонстративного доказательства, это его цитата, заключает в себе противоречие. А то, что заключает в себе противоречие, невозможно представить. Но когда речь идет о чем-либо фактическом, то каким бы сильным ни было доказательство из опыта, я всегда могу вообразить противоположное. Хотя я не всегда могу поверить в него. Просто, просто, очень просто. Ну, давайте попробуем, попробуем с вами вообразить. Мы полетели в космос. Земля круглая, ну, имеет форму шара. Земля имеет форму шара. Потрясающе. Мы увидели это. А вдруг, я в себе без проблем могу вообразить, что на самом деле это искажение восприятия. На самом деле Земля не имеет форму шара, она имеет форму рулонно-туалетной бумаги, допустим. Но, ввиду некоторых искажений в моем восприятии, я вижу ее в форме шара. Я могу себе вообразить, что Земля, на основании моего эмпирического опыта, все-таки не является шарообразной. А может быть Земля является плоской. Просто ввиду, опять же, моего восприятия. Я могу себе вообразить, что мое восприятие искажает информацию. Мне кажется, что вот я вижу сферу, а на самом деле я вижу... На самом деле я вижу плоскость. Любое эмпирическое вот такое восприятие может быть подвергнуто подобному распаду. Причем, заметьте, он действительно говорит воображение. Воображение как доказательство противоположного. Дэвид Юм, я вот поскольку являюсь, в общем-то, специалистом академическим в области философии воображения. И одним из первых авторов, который работает с тематикой воображения, это Дэвид Юм как раз. Да. И не зря он говорит слово вообразить. Воображение действительно является определенным доказательством. Причем доказательством не абсолютным, не каким-то большим доказательством. Доказательством для сомнения. Если я могу вообразить ситуацию, при которой ваше утверждение является ложным, то у меня есть основания сомневаться в вашем утверждении. Вы говорите мне, что Земля вращается вокруг Солнца, например. Эмпирически, да, скорее всего, это выглядит так. Потому что Солнце большое, Земля маленькая. Большое тело, там по определенным законам, которые мы там уним в физике, заставляет вращаться маленькое тело вокруг себя. Притягивает его, не дает ему улететь дальше. И под действием различных сил именно большое тело заставляет маленькое вращаться вокруг себя. Да, если все вот так вот сделать по-дравому смыслу, и пытаться придумать какие-то другие обоснования этому, то, да, скорее всего, мы скажем, что Земля вращается вокруг Солнца. А вдруг, а вдруг я могу вообразить-то на самом деле, что Солнце не имеет массы? Хм. Допустим, вообще все в мире не имеет массы. Я могу это себе вообразить? Но масса это иллюзия. Почему нет? Почему я не могу себе вообразить, что масса это иллюзия? Могу вообразить. А масса, как эмпирический термин взвешивания различных вещей, имеет значение, ну, только для торговцев, допустим. Это абсолютное значение имеет для торговцев. А какое значение оно имеет в мире? Непонятно. Непонятно. Мы можем убрать массу. Все состоит из виртуальных частиц, допустим. И тогда не важно, какое тело массивнее, какое менее массивное. Масса, получается, в виртуальном мире задается не непосредственно, в общем-то, бытием, не непосредственно природой. Оно задается тем, кто задает этот виртуальный мир. И огромное, колоссальное, невозможно гигантское Солнце может оказаться, ну, виртуально легче, чем маленькая незначительная Земля. А с другой стороны, вообще можно не опираться на массу, можно вообще убрать массу из системы этого вращения. Если мир виртуален, опять же, я могу себе вообразить, что мир виртуален непосредственно? Конечно, могу. Из этого воображения я прихожу к тому, что я могу сомниться в том, что Земля вращается вокруг Солнца. Я могу рассматривать Солнце, вращающемся вокруг Земли, по той причине, что Землю в виртуальном мире, например, создали первые. Ну, например, вот такой вот аргумент приведу. Виртуальный мир есть, и Землю создали сначала, потом создали Солнце. Виртуальный мир христианства, кстати, таков. Ну, в общем, как-то так. И я могу таким образом с помощью воображения сомневаться в любых эмпирических утверждениях. Ну, Давид Юм, в общем-то, начал эту традицию такого рода сомнения воображаемого. Почтение Давида Юму, хоть я не считаю его скептиком все еще, но таков метод сомнения с помощью воображения я использую, и многие скептики, наверное, должны его использовать, потому что он очень хороший метод. Он рабочий, он действует, он действительно нам может показать, что те или иные утверждения являются сомнительными. Конечно, воображение не является доказательством обратного, чего-либо вообще не является. Но если мы можем что-то допустить, то это уже значит, что, ну, соперник, противник наш, наш оппонент идейный, говорит что-то сомнительное. Так вот, наши истины сами по себе вполне могут иметь необходимый характер, однако наш ум никак не может этот характер обнаружить и обосновать. Связь между впечатлениями дана в опыте, но ум никак не может однозначно заявить, что она необходима. А связь между идеями может быть произведена умом, но ум никогда не сможет сказать, что противоположная связь полностью исключена. Иначе говоря, ум не в силах обнаружить сам принцип необходимости в своей работе. Дело в том, что, следуя за впечатлениями и восприятиями, ум невольно подчиняется их порядку и привыкает к некоторым повторяющимся связям, перцепции. Это привычки ума. В общем, то, что мы воспринимаем, становится привычками нашему ума и формирует определенные ожидания. И это все перерастает в убеждение, а затем и в веру. Да, действительно, это очень похоже. И поэтому Юн, в принципе, утверждает, что мир непознаваем. Мы не можем убедиться в том, что мы познали мир. Скептики, кстати, так не считают. Вот в чем дело. Скептики вообще ничего не считают. Понимаете, когда вы знаете человека скептиком, надо понимать, что он сомневается во всем. Он сомневается даже в непознаваемости мира. Давид Юн не сомневается в том, что мир непознаваем. По крайней мере, в том, что мы не можем найти достоверный критерий познания мира. Поэтому он все-таки агностик, а не скептик. Но при этом агностик он очень сильный. И его идеи, ну, невероятно потрясающие. И для своего времени он очень заслуженный человек. И его непосредственно надо изучать в школе даже. Чем еще известен Давид Юн? Чем еще? Давайте еще одну историю расскажу про Давида Юму. А то у нас очень мало времени в лекции прошло. Всего-то полтора часа. Давайте расскажу еще про Давида Юма. Так вот. Давид Юм известен тем, что он одним из первых подверг критике индуктивную логику. Вот как раз Давид Юм и выдвинул положение, которое я приводил выше, когда мы обсуждали Бекона. Вот это вот самое положение, согласно которой индуктивная логика всегда носит вероятностный характер. Что это значит? Допустим, эмпирический опыт говорит нам о том, что все лебеди белые. Да, да, мы смотрим. Вот белый лебедь, белый лебедь. Третий лебедь, которого я вижу, тоже белый. Пятидесятый лебедь, сотый лебедь, которого я вижу, они все белые. Абсолютно белые лебеди. Давид Юм тоже вот думает. Да, все белые. Опыт говорит, что все лебеди белые. Какой я делаю вывод? Все лебеди белые. Индуктивное суждение, основанное на моем опыте. Вот оно, пример суждения индуктивного. Но вдруг внезапно мы едем в Австралию. А там вы не поверите, там черные лебеди. О, господи, я ошибался. Я делал вывод, который мне казался индуктивно, в общем-то, доказанным. А оказалось, что я был неправ. Потому что в какой-то проклятой Австралии есть черные лебеди. Ну, допустим, я делаю следующее осуждение. Все лебеди либо белые, либо черные. А потом еду куда-нибудь еще, и вдруг оказывается, блин, красный лебедь. Ничего себе, красный лебедь. Блин, как я мог так ошибаться? Ладно, все, эмпирический опыт третий раз меня не подведет. Допустим, все лебеди белые, черные или красные. Все, других лебедей больше нет. Эмпирический опыт так говорит, наука доказала, мы уверены. Едем куда-нибудь еще. Синий лебедь, да вы серьезно? Синий лебедь откуда? Какой синий лебедь? Где вы дошли этого синего лебедя? Это что за мутанты вообще здесь? Ладно, все, я эмпирик. Я все понял, все. Все, эмпиризм, продолжаем эмпирическую логику проводить. Все лебеди, либо белые, они либо черные, либо красные, либо синие. Вы уверены, да? Вдруг мы находим зеленого лебедя. С зеленым лебедем мы, в общем-то, понимаем, что индуктивная логика что-то не очень хорошо работает. И всегда остается возможность того, что мы ошибаемся, используя даже индуктивные какие-то показания. И количество испытуемых в данном случае не имеет никакого значения, потому что испытуемый в Америке – это один испытуемый. Как и лебедь, например, в России. Также и лебедь, черный лебедь, в Австралии – это другой лебедь. Также и человек, например, в Африке – это другой человек. Когда мы проводим эмпирические опыты, не только эмпирические, социологические опыты с людьми, проводим опросы в разных странах, это разные результаты чаще всего подразумевают. Потому что у людей разный менталитет, разный подход жизни, вообще много всего разного. Когда на основании какого-то здоровья американцев, берем американцев, проводим какие-то эксперименты медицинские на них, и вдруг оказывается, что те же самые критерии не работают на африканцев. Бывает, бывает. Но чаще всего такое встречается именно в социологии, а не в медицине. Но в любом случае мы должны понимать, что эмпирический опыт с точки зрения истины, он вероятно стоит. Он всегда очень вероятно стоит. И вот это открыл Давид Юм. И вот данным тезисом в итоге будет пользоваться Поппер, о котором мы тоже вскоре поговорим. Этика. Этика Давида Юма такова. Человек является частью природы и должен доверять ей и жить в гармонии с ней. Иначе говоря, человек, то есть человеческий ум, не может в этой жизни рассчитывать на самого себя. У него нет иного выхода, кроме как полагаться на опыт и пользоваться им. И при этом, посмотрите, вот этот великий, великий так называемый скептик в итоге все-таки эмпирик. Ну то есть действительно он агностик с упором на эмпирический опыт. Вот что я о нем могу сказать. Это величайший мыслитель своего времени непосредственно. Не знаю, почему его скептиком все называют. Это не скептицизм. Это вообще ни в какие ворота скептицизма не лезет. Но это очень интересный, агностический, очень сильный агностический мыслитель. Да, с упором на эмпиризм, конечно, он заступал. Потому что англичане. Англичане очень любили эмпирическую философию. И Давид Йом не мог избежать эмпирической философии никаким образом. Поэтому ему пришлось основываться на ней с одной стороны, а с другой стороны и оспаривать ее, конечно же. Опять же, дуализм. Замечаем дуализм здесь тоже. Томас Рид. Человек, которому, видимо, не хватило денег на парик. И он надел себя на голову какую-то странную шапочку. Да, шутка. Ладно. Вы заметили, почти у всех выше были крутейшие парики. Просто потрясающие. А Томас Рид не раскошелился на парик, к сожалению. Так вот, Томас Рид. Почему мы решили его изучить? Вообще его редко изучают на курсах общей философии. Но мы с вами изучим его, потому что он определенно... Вот, противоположность. Часть вот того самого дуализма. Он выступает как раз против Давида Юма. Критик Давида Юма. Томас Рид. А дата жизни? 1710 год. По 1796. По 1796, да. Регион, вы не поверите, Англия. Но Томас Рид. Где мы еще жить? Чем же известен этот великий мыслитель? Это основатель школы здравого смысла. Вы же любители здравого смысла. Вот, вот, вот он. Вот он ваш кумир. Вот создатель здравого смысла. Томас Рид. Томас Рид. Вы любите здравый смысл. Вы должны любить этого человека. Посмотрим. Посмотрим, что вы про него скажете, после того, как узнаете о нем больше. Рид известен в своей реалистической теории чувственного опыта. Слабым пунктом юмовской философии Рид считал его теорию идей. Юм полагал, что с точки зрения философии нет оправдания верованием вульгарного рода, согласно которым мы воспринимаем материальные объекты и реально существующие связи между этими объектами. Вот эта вот штука, которая ему не нравилась, и почему она называется вульгарная в кавычках, это вульгарный материализм, в общем-то, называется. Он критикует вульгарный материализм, который... Юм, Юм критиковал вульгарный материализм, который был свойственен его времени и его стране, Англии. В Англии было очень много вульгарных материалистов, которых мы разбирать не будем, потому что они вульгарные и скучные в этом смысле. Ну, то есть, это люди, которые считали, что все состоит из материи, и мы эту материю можем непосредственно объективно воспринимать. Материальные объекты, они реально существуют, и реально существуют связи между этими объектами. Очень простое учение, очень вульгарное, как сказал Дамит Линдер. Да. Но Рид возражает этому. Рид возразил, что основные убеждения здравого смысла при всем критическом к ним отношении должны разделяться и философами. По ему все впечатления принадлежат в сфере сознания воспринимающего человека. И Рид не понимает этого. Ну, что это такое? Что это? Есть здравый смысл. Здравый смысл. Я вижу что-то глазами, я трогаю что-то руками. Я не знаю, я облизываю что-то языком. Ну, не важно, я чувствую что-то носом, я слышу что-то, все. Все это имеет для меня определенное значение, я живу в этом мире здравого смысла. И для меня мои восприятия являются частью этого здравого смысла. Вот что думал Томас Рид. И он считал, что все это должно разделяться всеми философами. Согласно Риду, восприятие всегда имеет объект, отличный от акта восприятия, существующий, независимо от того, воспринимается он или нет. И эта вера в здравый смысл, да, она должна быть, говорил Томас Рид. Мы не можем никак это исключить. Нельзя это исключать. Запрещаю. Запрещаю пользоваться воображением. В общем-то. Здравый смысл действительно оппонент такого воображения. Ощущение предполагает материальный объект. И вот что он думал. Здравый смысл подразумевает, что вот, вот моя рука. Я могу трогать свою руку. Значит, она материальная. Значит, за ней есть какой-то объект. Вот мы трогаем. Руки друг друга трогают. Они есть. И даже некоторые мыслители позднее доказывали так существование реального мира. Смотрите, я могу трогать сам себя. Вот какое доказательство. Слабо это опровергнуть. Так вот. Здравый смысл это особая способность ума и ряд принципов и суждений теоретического и практического рода, которые невозможно вывести из опыта и которые являются даром небес. А вот здесь начинается то, за что вам, наверное, не понравится Томас Сарид. Потому что на самом деле он подразумевал под здравым смыслом, пресловутым вот этим вот, в том числе и не только веру в объективный опыт, в трогании самого себя и других предметов и вот этого доказательства, что другие предметы существуют. Нет. Здравый смысл еще входит вера в Бога, душу, причинность, существование внешнего мира и так далее. Вот вам здравый смысл. Замечательно. Он считал, что эти самоочевидные принципы являются основанием всякого разумения и всей науки. В общем-то, знаете, люди, которые любят здравый смысл, что во время основания он выглядел вот так вот. Да, это вера в Бога, душу, причинность и существование внешнего мира. Вот, вот она. Вот он, ваш любимый здравый смысл. И вот откуда он пошел, друзья. Живите с этим. Этика. Совесть прямо или непосредственно указывает, что является правильным или достойным. Поэтому разум необходим только для того, чтобы достигать целей, уже определенных моральным чувством человека. Ну, знаете, купливать. Ничего интересного не сказал. Последний мыслитель, которого мы разберем сегодня. Джордж Беркли. Даты жизни. 1685 по 1753. Регион Англия. Англия. Ох, Джордж Беркли очень интересный мыслитель. Метафизика. По учению Беркли, только дух существует на самом деле. Весь же материальный мир является одним обманом наших чувств. Непроизвольность этого обмана коренится в первоначальных представлениях, возбужденных душой всех душ. Ну, то есть Господом Богом. Одно из основных положений берклянской концепции – существовать значит быть воспринимаемым. ССРЦП. Да. Существовать значит быть воспринятым. Воспринятым Богом. И воспринимать, видимо. Тоже. А концепция как раз основанная на восприятии. Материя. Где материя? Я не вижу материи. Материи нет, говорит Беркли. Существует только наше восприятие. Восприятие мы сами, множество душ и Бог, который нет, посылает эти восприятия. Вы заметьте, как это чистой воды применение бритвы в кома, честно говоря. Мы убираем все лишнее. Убираем все лишнее. А лишним в данной системе оказался материальный мир и материя. Так вот. В такой концепции Беркли сформулировал доктрину субъективного идеализма. Последовательное проведение которого невозможно без признания существования только единичного субъекта. Ну, то есть он не является салепсистом на самом деле. Все чувственные вещи по Беркли существуют лишь в сознании человека, так же, как предметы, которые человек представляет во сне. Но в отличие от образов соведения, объекты, воспринимаемые наяву, являются не плодом воображения, а результатом действия божества, который возбуждает идеи ощущений в сознании человека. Нет ни последовательной очевидности, ни доказательного знания о существовании других конечных духов. Кстати, вот что мы должны знать, но они есть при этом. Беркли считал, что вывод о существовании других конечных духов представляет собой лишь правдоподобное вероятное умозаключение, основанное на аналогии. Но они все равно есть. Это не чистый салепсизм. Беркли не чистый салепсизм. Это просто важно понимать. Чистый салепсизм... Бог, Бог. Тем более Бога подразумевает. Он и есть Бог. Серьезно, что я? Беркли? Ты что? Ты не салепсизм уже. Это дуалепсизм был бы. Так вот. Материи не существует. Я это не прописал здесь и не нашел, видимо, информацию данную. Но по Беркли материи не существует. Он думал, что материя это теория. Ну, с учетом того, что раньше о материи думали, это действительно была очень-очень абстрактная теория, которая была сравнима с теорией Бога, теорией души. О материи они еще подробно не знали. Были предположения какие-то о протяженной материи, о непротяженной материи, какие-то невидимые атомы, какие-то другие невидимые штуки, которые не имеют никакого значения в опыте. Но мы как бы не наблюдаем их непосредственно, ничего с ними не связано. И Беркли, конечно же, заявил, что теория материи это просто теория. И вырезал материю из своей системы. И остался только он, Бог и другие души. И восприятие. Все. Все. Вот вам бульон, из которого можно приготовить идеальную метафизическую концепцию субъективного идеализма. Она очень простая такая вот модель при этом. Но, да, 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 действительно. Мы взяли, применили Брид Волкама. До свидания, материя. И получилось такое интереснейшее учение, которое имеет большое значение для европейской истории в итоге, впоследствии, истории философии. Все. Мы закончили с мыслителями, а теперь позвольте мне зачитать вывод. Как вы могли заметить, вариативность философских идей в новое время резко снизилась. Мы с вами рассмотрели наиболее значимых и известных мыслителей того времени. И, как ни странно, все они были связаны с другими, такими же этими мыслителями, друг с другом точнее. Да. Либо спорами, либо прямой преемственностью. История философии нового времени по сравнению с древней философией это такой довольно узкий кружок по гносеологическим интересам. Притом гносеология то выливалась в околосхоластические взгляды, как у Декарта. То приобретала вид околонаучного эмпиризма Бекон и Лог. То через метафизику приводила к этике, как это было у Спиноза. То от четкой логики вела к запредельной и выходящей за границы достаточного основания метафизики Монат Либница. То заставляла вовсе отринуть материю. Истоки у большинства мыслителей этой эпохи были одни и те же. А также единым является древо влияния этих мыслителей. И они как имели одинаковые истоки, так и взаимно влияли друг на друга. Но при этом у них получились совершенно разные учения. Хоть часто они подразумевают существование Бога, материи, восприятие разбирали. Очень часто одни и те же термины всплывают в этой философии. Да и влияние, оказанное науку, культуру, политику, было колоссальным в эту эпоху. Человек, который верит в бесполезность философии и не знает ничего про этот период ее развития. Вот мы и закончили с еще одной философской вехой. Мы перечислили многих важных мыслителей нового времени и отчасти захватили тех авторов, которые занимают промежуточное положение между философами нового времени и просвещения. Я надеюсь, вам было интересно. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»